Число пострадавших в результате обстрела Донецкой и Макеевки выросло до 15 человек. Один погиб. Об этом сообщили Минобороны и самопровозглашенный ДНР. Украинские военные открыли огонь пожилым кварталом ночью. О расстановке сил на линии соприкосновения расскажет наш корреспондент Сергей Макаренко. Обстрелы начались еще поздно ночью. Продолжались практически до самого утра огонь. Вооруженные силы Украины ввели сразу с нескольких направлений из-за населенного пункта Пески и из города Авдеевки. На западе и севере Донецка соответственно. При этих обстрелах Вооруженные силы Украины применили 122-мм гаубицы со сколочно-фугасными боеприпасами. Более 15 домов разрушены в одном только Донецке, еще практически столько же в Макеевке. Сейчас все эти районы обесточены. На месте работают ремонтные бригады. Более 10 человек получили ранения. Среди них один ребенок 2013 года рождения. Одна женщина раненая скончалась уже сегодня в больнице. Мы пообщались с теми, кому под этим обстрелом повезло чуточку больше. Их дома разрушены, но в статистику пострадавших и погибших они не вошли. Воно вот как бахнуло потолок сразу там упав и впав на меня кусок. Один и второй кусок. Я бегом схватилася. Босса. Воно как второй раз я тут как раз сюда добила. Воно как бахнуло опять. Я бегом ото спасение в калидоре. Там нема ні окон, нема нигде нічого. То я там сидела в калидоре. Сумасшедший взрыв, ребята. Это что-то было страшное. Я вот так, ву-ву-ву-ву-ву. Я не могла слова сказать, куда смотрит тот Порошенко со своей бандой. Все. А когда сын звонит в Гладковке и говорит, вы там живые? Папа, мама, вы живые? Что было целью силовиков пока не ясно. Артиллерия это точная наука, но не для вооруженных сил Украины или по крайней мере не сегодня. Посмотрев на карту ударов, их разлет просто поражает. Такое впечатление, что артиллерийские стволы просто направили в сторону города и выпустили значительную часть боезапаса. Мы пообщались с артиллеристами, специалистами, которые оценив этот обстрел высказали мнение, что вероятнее всего целью силовиков была пустая отрата боеприпасов без какой-либо тактической цели. Вообще беспокоящий огонь это не прицельный огонь, но как правило беспокоящий огонь ведется в том случае, если на той стороне однозначно находится противоборствующая сторона. Беспокоящий огонь проводится с той целью, когда показать себя, то есть заявить о себе, о том, что мы здесь есть, мы наблюдаем. И производится беспокоящий огонь. Но в данном случае я вообще не понимаю, почему. Потому что здесь нет ни воинских подразделений, ни расквартированных каких-либо частей. Здесь, по сути дела, только мирное население. Учитывая все эти факты и калибр артиллерийских систем, которые применили вооруженные силы Украины при обстреле Донецкой, Макеевке, Ясиноватой и еще ряда населенных пунктов, предполагалось, что пострадавших среди гражданского населения будет значительно больше. Но даже сейчас точно их количество уточняется. Для того, чтобы пресечь действия Украины и не допустить эскалации конфликта, ДНР выходит на Мартина Сайдика, специального представителя ОБСЕ, с инициативой провести срочную встречу контактной группе в режиме видеоконференции. Сергей Макаренко, Павел Чуприна и Александр Левин. Лайв из Донбасса. Продолжение следует...